Продолжение следует... Не повторить каких-то ошибок, которые допускались мною, когда свои дети воспитывались. И знать, наверное, немного больше, чем я знаю, мне хочется, чтобы та энергия, эта сила, которую я просто знаю, вкладывается в ребенка в первый год жизни. Потом дала свои плоды в последующие условия. На что больше всего обратить внимание? Ну, это вот мое. Ну, по звуку мамы я уже не стану, но бабушкой мне это очень интересно. Ну да, как раз четко очень в ту информацию, которая заложена. В принципе, воркшоп, я думаю, что как раз отвечу на все твои вопросы. Есть ли у вас какие-то ожидания? Ожидание, как не впасть в привязанность, как избавиться от привязанности. Потому что привязанность – это корень негативных эмоций. Ага, вот так вот. Интересно, да. Ну, в принципе, да, такая трактовка часто встречается. Очень часто люди бегут от привязанности. Вот. Ну, я думаю, что чуть позже мы затронем привязанность вот именно в этом контексте, во взрослой жизни, как… Но начнем с истоков, как она формируется. И дальше, я думаю, что, в принципе, по ходу ответится на ваш вопрос. – А как вас зовут? – Зи-Е-Дуанис. – Как? – Зи-Е-Дуанис. – Зи-Е-Дуанис? – Или Сергей, может. Сергей будет проще. У меня крещённое имя Сергей. – Окей, спасибо тебе, Сергей. Меня зовут Марина. Ну что ж. Ну, тогда начнем, действительно, с того, что же главное и из чего, в принципе, начинается любое развитие. И из чего, с чем сталкивается ребра, как только он рождается на свет. Избирается очень много. Я возьму листочки, они мне будут помогать не упустить важные и не углубляться особо в дебри. По своей сути, младенец, который появляется на свет, он абсолютно беспомощен. И у него очень ограниченное количество информации, которым он может оперировать. Он, к сожалению, никаким образом не может понимать слова. И каким образом он может взять информацию, используя такой, казалось бы, скудный аппарат, скудный инструмент, он её берёт из эмоций, из эмоций, чувств, из тела самого первого близкого для него человека. Ну, первый близкий человек может быть разным по разным обстоятельствам. Чаще всего, конечно, это мама. Ну, к сожалению, бывают разные ситуации, бывают разные жизненные проблемы. Этим у человека может быть как и бабушка, так и папа, приёмная семья, приёмные родители. Но суть заключается одна. При рождении у ребёнка, ребёнок не может сам существовать. Ему обязательно нужен взрослый, который бы заботился о нём и поддерживал у него жизнь. Что же важного ребёнок хочет понять от этого взрослого? Взрослый, в принципе, для него это целый мир. На какие же вопросы ребёнок хочет получить ответ? Ну, первый вопрос — это могу ли я доверять этому миру? В первый год жизни формируется очень важное понятие, как базовое доверие. Вот это, наверное, первая основа, которую стоит закладывать, которая обязательно должна быть заложена в первый год жизни ребёнка. Потому что если ребёнок чувствует, что он желанен, что мир вокруг него невраждебный, что он его принимает, что мир отвечает на его потребности, только тогда ребёнок дальше спокойно, ну, он, конечно, дальше пойдёт, но дальше с формированием базового доверия он пойдёт спокойно. Он будет знать, что этот мир, он к нему относится благосклонно, что он его готов поддерживать. И ребёнок не только может выживать в этом мире, но ещё и стать счастливым. У меня вот такой вопрос, вот базовое доверие, вот очень сходно доверие с… Потом мы сейчас тут рассмотрим привязанность. Что такое доверие? Как её можно вот этот вот в первый год жизни заложить? Как можно показать ребёнку, что мир его принимает? И мама, ну, будем говорить, да, и взрослый, который его воспитывает, он его принимает? Я думаю, никогда не нужно отворачиваться, если первый год жизни, ну, совсем маленький, то нужно прикосновение, и чтобы это было всё приятное. Вот, там, объятия какие-то там и так далее. Когда совсем маленький там что-то случилось, и обращается, бежит за помощью, за какой-то… Надо всегда опазать эту помощь, всегда приголубить и всегда пожалеть, ну, не знаю, как там, в зависимости от ситуации. Я думаю, что в этом плане доверие такое, что в любой момент, когда бы ребёнок не пришёл к тебе, он должен знать, что ты – это, ну, я не знаю, вот столб, камень, что вот ты защитишь от всего, что только не случается. Вот, может, ну, мне кажется, вот, когда пока маленький, то это должно быть. Даже если, ну, там, навредил что-то, чашку разбил, там, и так далее, и горько, вот, и плакать, то я думаю, что вот именно первый год вот этот вот, тут надо знать, что ему и так горько, и надо вот подставить плечо, и в крайнем случае хотя бы утешить. Вот. Просто представила ребёнка, который в первый год разбил чашку. А его отчитывают за это. И, конечно, в принципе, я думаю, что это сейчас, ну, в этом возрасте оно совершенно бесполезно, потому что тогда, ну, как бы у меня возникает, наверное, какие-то боязни чего-то, боязнь в следующий раз неожиданно махнуть. Ну, ребёнок, он разве может контролировать, как он машет руками, ногами? Да. Разному всё же хочешь сделать. Любимую мамину чашку может вредить и разбить. И знать должен, что за это ничего. Не ставь рядом свою чашку, только и всего. Да, да. Просто вот сейчас-то, да, вот как-то правильно сказано было, что вот стоит ли по-первыхому, вот в первый год жизни, по первому зову, вот, бежать к ребёнку, вот, о помощи. Ну, существует много сейчас современных книг, которые говорят о том, что вот не стоит, да, ребёнок должен переплакать, само пройдёт. На самом деле в первый год жизни у ребёнка нету желаний. У него есть только потребности. И весь, любой плач, любой, ну, как бы, это ответ на то, что ему плохо, это призыв о помощи. И если мама по каким-то, ну, у меня, например, очень странно, я уверена просто, что нету мам, которые, ну, вот на уровне даже инстинктов, когда ребёнок плачет, хочет уйти, вот, отвернуться. Ну, я не говорю сейчас о патологиях, да, ну, то есть в естественном развитии. То это обязательно нужно делать, потому что ребёнок, который заявляет о своих потребностях, он, кроме как оплачем, этого не может сделать. И тут очень важно дать ему понять, что всегда мама доступна, мама открыта, или кто-то из взрослых, с которым ребёнок остаётся, что он открыт, что он доступен. Вот это вот именно то основное, да, которое формирует вот это вот доверие. Ну, и после вот формирования базового доверия идёт именно формирование вот правильной привязанности. Вот часто такой вопрос задают, и тоже меня когда-то его задавали, вот вопрос, когда нужно начинать воспитывать ребёнка? Вот как вы думаете, когда нужно начинать воспитывать ребёнка? Когда он в чреве. Да, конечно. Когда он в чреве, как ты разговариваешь, как ты себе идёшь? Вот именно воспитываешь, ну, а что тогда воспитание? Ну, он уже воспитывается, он уже, да, он уже слышит, он голос слышит, он музыку слышит, он слышит интонацию, он слышит эмоции и чувства, что он уже, вот желанный ребенок, он желанный еще тогда, когда он еще в чреве. И дальше, как только родился, я думаю, что, хотя кто его знает, смотря, как посмотреть на воспитание, что это такое, если это какой-то инструмент, ну, я не знаю, изменения человека, вот, тогда это другой, один вопрос. А если мы просто помогаем человеку, ну, ребенку, просто развивать то, что у него есть, и видим, что он может, и поддерживать его, это совсем другое. Но это все равно, как родился правшой или левшой, да, тебя переучивают на правую руку. Ну да. Сейчас, слава Богу, уже нет этого переучивания, а так, в принципе, или, например, тот же маленький ребенок, ты мужчина, ты не должен плакать. Вот, мужчина не плакает. И вот этого, да, да, такое воспитание настоящего мужчину. Да. Вот. Поэтому, вот так вот я хочу, вот, тебя говорю. Вы уходите? Чуть-чуть. Нет? Я хочу. Ну, на самом деле, да, ну, то есть, абсолютно правильно. Ну, как бы, ну, как бы, очень естественная точка, я бы сказала. Ну, вот, если говорить о воспитании, да, вот, как в педагогике о нем говорят, ну, вот, процесс изменений, в любом случае, воспитание — это налаживание, воспитание, да, вот, процесс, да, там, влияние, это процесс, который невозможен без отношений. Вот, очень так правильно, ну, вот, круто, как ты меня вот сказала, в плане того, что, ну, вот, как можно что-то изменять, мы должны вначале поддержать, да? Вот, да, потому что вначале, вот, вообще, что такое, вот, первый год — это налаживание отношений, отношений между мамой и ребёнком. Если отношения в порядке, то 80% проблем, которые потом возникают с дисциплиной, с мужчинами, которые не плачут и так далее, это, ну, они отпадают, потому что отношения нормальные. И вот эти вот отношения, которые вот как раз между мамой и ребёнком — это есть отношения привязанности. Привязанность — это надёжная эмоциональная связь между мамой и между ребёнком. И вот существует, например, ну, мнение, да, там, что, ну, вот, привязанность, из чего она состоит. Вот, да, вот, ребёнок, он родился, ну, пускай, да, там, какое-то время мама, там, пытается перестроить, да, там, какой-то свой ритм жизни, да, ну, что делать с этим ребёнком, как его туда-сюда. Вот, что включает в себя дальше развитие? Оно включает два очень основных этапа. Первый этап — это приглашение существовать. Ну, это первое условие привязанности. Это посыл ребёнку на то, что он желанен и его любят. Это посыл на то, что ты живёшь, и мне от этого хорошо. То есть ребёнок появляется на свет, он сам не понимает, ну, что, что происходит. Первое, что он видит, это мама. И если мама ему говорит не словами, а скорее, вот, как вот, сказал, да, телом, да, чувствами, прикосновениями, да. И она говорит, что «мне хорошо, потому что ты есть», то у ребёнка появляется вот эта вот любовь к жизни, вот, появляется такая вот радость существования. И только потом вторым условием привязанности является условие развиваться. Только ребёнок, который уверен в том, что ему рады, который уверен, что мама всегда, вот, как ты сказала, надёжный камень, да, на который можно опереться, только этот ребёнок может нормально развиваться, нетравматично для себя. Только ребёнок, который знает, что вот эта вот привязанность, да, вот она как база, которая у него есть, вот фундамент. Только этот фундамент может дать возможность ребёнку дальше идти исследовать мир. Вот, например, на занятиях у меня очень часто, ну, вот, видна прям картина. Особенно это очень видно на первом занятии, когда приходит мама с малышом, и они садятся в круг. И, ну, мама же, естественно, как, она же пришла, она же хочет, чтобы её ребёнок активно участвовал в этом сом, чтобы он там ходил, ковырял. А ребёнок сидит у мамы, да, вот он прижался к ней, лезет обниматься, и всё, она на руку уходит. И удивительный парадокс. Чем сильнее мама от ребёнка от себя оттягивает, тем сильнее он пытается к ней прижаться. А тут очень, знаешь, тут сильно маме сказать, что, да, целесообразно маме сказать, что пусть ребёнок побудет с вами чуть-чуть, дайте ему возможность просто понаблюдать. И, о чудо, через буквально несколько минут, нет, ребёнок, зная, что мама за спиной, тихонечко сам делает вот маленькие шажочки к тому, вот, что... Ползочки, ползочки, да. Ну, да, да, вот ползать, ну, я имею в виду, какие-то движения, да, смотрю, он-то как-то так, даже тело может просто податься вперёд. Ну, вот, то есть вот это вот жажда исследования, приглашение развиваться. Возможно, только когда есть у него приглашение существовать. Вот, ну, откликается, да, ну, то есть вот... И дальше происходит тоже в таком же ракурсе, да, то есть, а как... Это там до школьного возраста, ну, вот, очень чётко видно вот именно вот в развивающих штуках. Даже в три года ребёнок может прийти и вдруг раз и прижаться к маме. И очень, ну, вот, прям, очень может быть травмирующий для ребёнка, когда мама говорит, «Да что ты к нам не прижимаешь, среди, будешь тут мне прижиматься, мы вообще уйдём отсюда». То есть, ну, как-то... Или не мешай мне готовить, там горячо, там и так далее, и так далее, да? Если, например, прибежала куда-то на кухню, мама обычно занята, не стирает, или, да? Ну, тут, да, ну, тут же, видишь, палка о двух концах, потому что он прибежал на кухню, а мы реально заняты, реально понимаем, ну, как бы, что это опасно. Но тут очень важно не отшвырнуть вот так вот, да, вот, как часто делают, сказать, «Да, иди, ты мне не нужен». Тогда ребёнок понимает, что его любят не всегда. Вот главный вопрос, который ребёнок задаёт родителям, «Любите ли вы меня?» Всю жизнь ребёнок своими действиями, своими поступками спрашивает, «Любите ли вы меня?» Даже когда он шкодничает, даже когда он разбивает окно, ну, вот когда, это вот его, да, внутренний импульс какой-то там, вот он взял там что-то, вот, то же самое, вот мама на кухне, ребёнок прибежал к ней, что он у неё спрашивает? Он спрашивает, «Ты меня любишь?» «Когда ты на кухне готовишь, ты меня любишь?» «Когда ты стираешь, ты меня любишь?» И мама, когда она говорит, «Отстань, уйди!» Она ему тем самым на его вопрос отвечает, «Нет, когда я готовлю, я тебя не люблю». И ребёнок понимает, что его любят не всегда. Это развивает его тревожность, неуверенность, понимание, что какие-то другие дела важнее, чем он. Но вот как-то не в плане того, что там какая-то самовлюблённость, да, но именно понимание того, что меня любят не всегда. Значит, я плохой. Вот такой, если меня не любят, я плохой. И, ну, это первый путь такого неуверенного человека, который, кстати, потом, в подростковом возрасте, а очень всё наоборот. Не-не, он очень легко привяжется к ровесникам, к плохой компании. Почему говорят, что вот я не могу там компьютеру, я не могу оторвать от компьютера там подростка? Потому что он понимает, что компьютер любит его всегда. Он всегда включает компьютер, и всегда компьютер отвечает ему взаимностью. И, ну, это идёт вот именно из истоков. Потому что он не верит маме, он просто не верит папе или маме, который говорит, что это зло. Он думает, он на подсознательном уровне думает, что нет, это не зло, потому что это всегда доступно. Вот. Вот туда. Вот и так. Есть очень классные, вот мне нравятся, фразы, я даже её записала по поводу развития, что мы не можем натренировать ребёнка быть самим собой, и мы не можем его насильно повзрослеть. Это работа природы. Но мы можем для него создать комфортную и стабильную психологическую атмосферу, в которой он сможет развиваться. Ещё очень классно, что вот когда ребёнок растёт, я имею в виду, ну, рост сантиментральный, да, физический, мы же не можем сделать ребёнка выше. Что мы делаем для того, чтобы сделать ребёнка выше? Не растягиваем. Мы его кормим, правильно? Мы его лучше кормим, мы даём ему кальций. Вот с развитием, с самостоятельностью то же самое. Мы не можем его вытянуть. Ну, потому что мы можем его вытянуть, но что ж это будет? То есть это будет неестественно, да, природа даже не даст нам растянуть вот кости. Почему же иногда пытаемся, да, это сделать самостоятельностью? Мы можем только ему дать питание, подпитать его, и это будет, и он пойдёт, потому что у любого ребёнка потребность исследовать мир, она есть. Это интересно любому, ну, без патологий, да, не берём патологию. Это интересно любому. И потребность привязанности, она у всех детей. Без неё, нету ребёнка, которому это не важно. Так, любому младенцу это для него. Это сам. Вот. Так внимательно слушаешь? Интересно, да. Ну, вот ещё, ну, вот это вот с позиции ребёнка, да, вот как вот это происходит. Есть вот позиция родителя. Вот в этой вот привязанности очень важно, ну, будем говорить стандартно, да, то есть позиция матери. Эту позицию называют, как бы, позицию заботящейся альфы. Что такое заботящаяся альфа? Альфа — это доминирование. Вот есть два, ну, две ипостаси привязанности. Это зависимость, да, да, ну, то есть как бы я завишу, ну, то есть я привязан, да, мне нужно черпать эти. Есть позиция доминирования. Вот это вот альфа. Но доминирование здесь очень связано с заботой. Нормальная привязанность, которая связана с доминированием, это заботливая привязанность, с целью заботы. Если этой цели нет, то вот о чём говорил Сергей, ушёл, к сожалению, не слышу, это вот привязанность альфа-насильник. Вот это привязанность нездоровая. Это привязанность, которая не, ну, как бы, неестественна для человека, который зависит, вот для малыша, который зависит. То есть альфа-насильник, он диктует свои условия, он подчиняет себе, он пользуется зависимостью, да, то есть не с целью заботиться, не с целью отдавать. Он просто в свои интересы использует зависимость ребёнка. Очень часто это встречается, это видно. И что? Вот в таком маленьком возрасте может быть вот эта вот, такая выгода. Ну, я понимаю, взрослые могут... а вот с ребёнком вот маленьким, ну, хотя бы даже школьником, как может родитель, вот, или мама быть вот этим вот... Например? Она ему говорит, я главное слушайся. И что? Не учитывая потребности ребёнка. Альфа-насильник не имеет потребности заботиться. У него нет цели заботиться о ребёнке. Это фраза «я сказала» и всё. Я сказала. Делай так. Фраза «я знаю, как лучше». Фраза «ты ничего не знаешь, ты маленький». Вот это вот, ну, как эта позиция больше, она из заботы... ну, она может выходить из заботы с какой-то стороны, да? То есть, ну... Ну да, конечно, да. Но формат её, да? Ну, как бы, забота... Или, ну, а вообще в каких-то патологиях, да, когда, например, рождается ребёнок, который абсолютно... ну, как бы, мама или отец, которого не заботится о нём. Насильник — это тот, у которого нету цели заботы. Я о тебе не заботюсь. Мне всё равно, что с тобой будет. Я не отвечаю... Задержан привяженность. А ребёнок привязан. У него нет другого выбора. Иначе он не выживет. Он цепляется за это. А насильник... Не, ну почему? Насильник может очень хорошо диктовать позицию человека, от которого ребёнок зависит. Он его тормит. Он его... Но это нездоровое. Ну, это нездравое. Это позиция альфа-насильника. Это обратная сторона медали. Ну, вот, белая, да, то есть, как бы, альфа-заботящаяся, альфа-альфа-насильник. Человек — это взрослый, у которого нет цели заботиться о ребёнке. Даже вот эти фразы, которые «делай так, так лучше», они даже иногда, возможно, ближе к альфа-заботе... Ну, то есть, они как пограничные, потому что смотрят, какая цель. Ну, на самом деле. Но больше они... Вот если нет цели заботы... Ну, это трудно представить, на самом деле. Ну, просто, да. Ну, как бы, что не заботить. Ну, такое... Ну, вот, это просто обратная сторона медали. Хорошо, что я плохо представлю так. Ну, вот, может быть, тоже, скажем, дети у мамы, которая алкоголичка, которую забирают от мамы, они в ужасных условиях живут, питаются там, ну, маленькие дети там, ну, уже в состоянии что-то сказать, и забирают в детские дома, они хотят обратно к маме. Ну, конечно. Ну, ребёнок... Да, ребёнок по своей природе, он не выбирает, кому привязываться. Он это пытается брать у значимого взрослого. Первый значимый взрослого для ребёнка — это его мама. И он готов завоёвывать её любовь. Если мама пьёт неделю, ну, один день или там, там, несколько часов в день, она дарит ребёнку то, что ему надо, он готов ждать и получать. И это для него... И он постоянно пытается это проверить, он постоянно подходит. Он знает, он там знает, очень часто там говорит, мама пьёт, я к ней не подхожу. А когда она трезвая, я к ней... ну, вот, как бы... я знаю, что я могу к ней подойти. Но это не от ребёнка, он не выбирает. Он, к сожалению, просто вот как бы ищет. Но это, ну, нездоровое формирование. Ну, к сожалению, не здоровое. Что там? А, стаканчик. Ну, с этой причинкой, конечно, это как бы болезненно, примятивно. Как... Ну, вот есть разные уровни привязанности. Очень часто родители, там, подростков, жалуются на том, что он там не делится со мной своими секретами, да? Он там ей не доверяет. То есть на что они, по большому счёту, сетуют? Они сетуют на то, что они не получают самый высокий уровень нормально сформированного вписи, привязанности к нормальным сформированным. Не болезненно, а вот именно уровней. Их всего шесть. Первый очень важен в младенческом возрасте. Это уровень чувств. Ух, правда. Ой, правда говорю. Значит, этот уровень заключается в телесном контакте. Без налаживания адекватного, нормального и достаточного для ребёнка телесного контакта невозможно сформировать его, ну, невозможно сформировать нормальное гармоничное с ним отношение. Ну, тут очень много споров возникает по поводу телесного контакта, в особенности телесного контакта между, там, с мальчиками маленькими, да? Там считается, что с мужчинами, там, мужчин нельзя, да, там, обнимать, ласкать, целовать. Но есть очень хорошая книга, она, называя, автор её, по-моему, рос и зовут Кэмпбелл, «Как по-настоящему любить своего ребёнка», где он очень чётко описывает ситуацию двух семей, семьи священника и семьи моряка военного. В семье священника рос мальчик, и священник давал ему полный телесный контакт от самого рождения. В разных формах, с мальчиками это может происходить по-разному. Это могут быть, ну, от маленького младенчества, да, вот в возрасте поглаживания, там, в более старшем какие-то барокки, да, вот такие вот, там, ковыркалки, когда, да, вот там, какие-то шуточные драки, вот, которые очень, так вот, мощный контакт имеют. Вот это, и священник не боялся обнимать своего сына, не боялся, вот именно прикасаться к нему. В семье моряка, в принципе, расхожее мнение, к сожалению, сейчас, что мальчик должен расти мужчиной, и прикасаться к нему, ну, это неэтично, это некрасиво. И автор говорит, ну, я, в принципе, доверяю и могу говорить, что я думаю, что так оно и было, и уверена в этом, что в семье священника вырос очень самодостаточный, очень, ну, как уверенный в себе и довольный, и мужчина, который способен проявлять нежность. Нежность не только по отношению к женщине, но и вообще по отношению к миру, да, человек, вырос мужчина, который способен принимать себя и нормально, адекватно быть человечным. В семье же моряка вырос ожесточенный, вне души безумно неуверенный в себе юноша, вот, который не знал, что такое нежность, не знал, что такое, как можно вообще проявлять ласку, но это очень важно, даже, если уже говорить и о каких-то таких, да, бытовых штуках, даже, которые важны при общении женщины, ну, для мужчины, да. К сожалению, он был лишён этого. Очень важен физический контакт — это первый уровень привязанности. Второй уровень привязанности — это подражание. Ребёнок хочет быть во всём похожем на родителей. Он иментирует их походку, манеру говорить. Есть такая фраза, сейчас, наверное, не вспомню её дословно. Плохой ребёнок — это тот, который на людях показывает недостатки родителей, да, неудобный. Вот это вот, это подражание. На третьем этапе — это этап принадлежности. Когда ребёнок говорит «моя мама любимая», ревность появляется, по всему, как правило, это годов три-четыре бывает. А затем четвёртый уровень развития привязанности — это чувство важности для другого. Вот очень важно, когда вот где-то ребёнку четыре года, когда он хочет помочь или делиться своими идеями, приносит там какие-то проекты свои показать, да, которые, естественно, абсолютно нелепые с точки зрения взрослого, да, но на самом деле он так спрашивает «я важен для тебя? Мои идеи важны для тебя? Тебе не всё равно на меня?» Снова это другими же словами тот же вопрос «вы любите меня?» А затем пятый уровень — это любовь, когда ребёнок уже начинает действительно любить всем сердцем, ну, он рисует рисунки, хочет сделать какие-то подарки, он как-то вот проявляет любовь. И вот шестой уровень, который самый глубокий и самый зыбкий в формировании привязанности ребёнка — это уровень чувства, что тебя знают. Вот тогда ребёнок может делиться своими секретами, своими идеями, в основном он в подростковом возрасте наступает, и невозможно добиться от ребёнка, чтобы он делился с тобой секретами и какими-то идеями, если на первых этапах привязанность не была в удовлетворении. Он не доверяет просто, он просто доверяет. — Нет, ну для этого нужно доверие, и зачем привязанность? — Да, они же доверяют. — Причём-то я не понимаю, вот третий уровень, почему вы называете привязанностью, и шестой уровень. Для этого нужно доверие, а не привязанность. Нет необходимости привязанности, недостаточно доверия. Это не одно и то же. — Ну вот помните, мы в самом начале начинали с доверия, да? Мы говорили о вот именно формировании базового доверия. Привязанность же это в том контексте, в котором мы его рассматриваем в отношениях ребёнка и родителя — это прочная эмоциональная связь. ребёнок, он не может развиваться и идти вперёд, если он не уверен в том, что у него есть вот этот вот прочный эмоциональный связь со значимым взрослым, например, с мамой или с отцом. Это называют привязанностью. Я так думаю, наверное, сейчас какие-то немножко разные трактовки. — Ну ладно, тогда суммунируйте, что вы называете привязанностью? — Привязанность — это надёжная эмоциональная связь, эмоциональные отношения ребёнка и матери, и значимого для него взрослого. Как правило, матери привязанность такая формируется до шести месяцев. и она является подспорьем потом нормального развития ребёнка дальше. Она как бы вот та вот… это как основа, это как базовый фундамент того, чтобы ребёнок дальше мог исследовать мир. Я вот приводила пример по поводу роста. Мы не можем заставить ребёнка вырасти в сантиметрах, заставить его вырасти, стать выше. Мы для этого его хорошо кормим. Вот привязанность — это как раз вот такая вот хорошая пища для ребёнка, вот именно эмоциональная. Это эмоциональная подпитка от взрослого, от родителей, которая ему важна в дальнейшем. Да, но разве эмоциональная связь — это не эмпатия? При чём тут привязанность? А ведь сама этиология и слово «привязанность» — это… Для меня это ассоциируется не с свободой, но ты привязан к чему-то. Да. Ребёнок абсолютно привязан ко взрослому. Когда он рождается, младенец, он не может выжить самостоятельно. Он привязан ко взрослому. Но это… Сейчас я вам отвечу. Мы говорим о… Привязанность в этом смысле, она необходима, потому что ребёнок сам выжить не сможет. Он зависим. И это хорошо. Ребёнок не может стать независимым, если… Ну вот, он не может стать независимым сам по себе. Для этого у него должны сформироваться очень прочные отношения зависимости от взрослого. Ну, для этого уже достаточно доверия. Не зря говоришь о базовом доверии к жизни. А для доверия нет необходимости привязываться, чтобы говорить. Но разве вы говорите о взрослом состоянии только тем, к которым вы привязаны? Смотрите, взрослое состояние – это немножко другое. Во взрослой жизни дело обстоит немножко по-другому, чем в детском. Во взрослой жизни мы уже независимы сами по себе. У нас есть определённый набор качеств, которые позволяют нам выжить в этом мире. И потребность привязываться, потребность привязанности к людям, которые одинаковые, к таким же взрослым, как и я, она не является базовой для сохранения адекватного, нормального эмоционального фона. Иногда она даже вредит. Вот такая вот зависимость независимого человека от равного, она может быть довольно тоже болезненной. Здесь привязанность приобретает другую форму. Она, если говорить об адекватной привязанности, супруги, которые прожили много лет вместе, они привязаны друг к другу эмоционально. Можно говорить о неадекватной, когда кто-то именно подчиняет кого-то, когда один человек подчиняет другого, или когда другой не может никак отойти и стать самостоятельным. Но это неадекватная форма. Адекватная форма – это вот именно надёжная эмоциональная связь, которая необходима человеку. Она называется привязанность. Привязанность может иметь разные стороны медали, но как бы слово одно – привязка. Ребёнок, ему необходимо, он не может выжить один. И ему необходим взрослый, и он к нему привязан. Да, это так есть. В адекватных формах – это хорошо. Мы тут общались, рассматриваемся. То есть это полезно, это нормально и это необходимо. В неадекватных – это может привести к печальным последствиям. Точно так же, как и доверие. Ну, в психологии взрослых у неё и разве тоже эмоциональная связь называется привязанностью. Ну, сейчас говорим о детях до годика. Она заявила, по-моему, о маленьких. Слово «привязанность» называется привязанностью во всех возрастах. И просто тема воркшопа – привязанность, которая формируется в первый год жизни малыша. Мы говорим в основном о ней. Привязанность, которая потом влияет на эмоциональное развитие ребёнка, влияет на то, как он познаёт этот мир, и которая является для него обязательной, без которой ему очень трудно, без которого он тревожится, он беспокоится, он не уверен в себе. Привязанность во взрослой жизни, если её рассматривать как зависимость, то она имеет очень много разных граней. Привязанность в каком-то адекватном… Термин существует, но он просто обретает больше границ, больше границ. Но мы просто сейчас говорим именно о той привязанности, которая проявляется в первые шесть месяцев жизни ребёнка, в чём она заключается. И она, безусловно, на доверии. Доверие – это тоже на какой-то стороне. Просто если выходить, опять же, из этимологии, вот, привязанность и доверие, то я считаю, что когда ребёнок вот… Ну, вот, что такое вера, да? Это уже, я думаю, такой какой-то определённый мыслительный процесс, да? Анализа определённого опыта собственного. А ребёнок до первого года, я не думаю, что он ещё может сделать вот такие какие-то мыслительные операции для того, чтобы проанализировать, доверять или нет. У него это идёт действительно на эмоциональном уровне, вот у ребёночка до первого года. И если он чувствует, что он, вот, наверное, привязанно доверяет, потому что это практически для него одно и то же. Вот, для маленького ребёнка это, по-моему, одно и то же. И я согласна, в принципе, что если заложены вот эти вот основы такого привязанности доверия, то тогда в будущем ребёнок более уверенный. Но, может быть, меньше ошибок допускает потом. А может быть, мир… А может быть, больше ошибок допускает, и это классно. Может, да. Может быть, потом, может, как-то их, хотя бы, если не исправить, так… И запускать нормально. Да, не бояться. Да, совершенно верно. Хотя бы не бояться и допускать. Вот, да. Вот о той заботе, о которой ты говорила когда, да. Боюсь что-то сделать самостоятельно, а потом вырастает, вообще боюсь всё сделать сам. Да. Потому что это очень страшно. В принципе, страшно выйти, там, что-то сказать. Страшно, ну… Мне вот ещё вот для маленького ребёнка интересно вот на основе прикосновений. Потому что самый маленький ребёнок, он мир тоже познаёт в виде вот таких прикосновений. А вот всегда интересовал вопрос. Ребёнок машет ручками, ножками там и так далее. Вот уже ребёнку там полгодика, семь месяцев, восемь. И он с удовольствием колотит ладошкой по лицу мамы, или папы, или бабушки. Ну вот так, почти бьёт. Что делать? Радовать свою весу снегу, когда тебе больно? Ну, что важно для малыша? Для него важно чувствовать естественность своих родителей. Если больно, можно сказать, что вот так вот мне больно. И показать как не сильно он может быть. Что делать? Ребёнок, когда активно знакомится с лицом, вообще лицо взрослого для ребёнка – это индикатор того, вот как моя мама смотрит на меня. Это означает то, какой я. Если мама улыбается – я хороший. Если мама хмурится – я плохой. И ему интересно, вот из чего же это лицо состоит. Если он делает это очень больно, можно остановить и… Но не остановите сказать, что ты делаешь. Он не поймёт. 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 Ну, есть разные способы остановки. Ну да. Если он только-только начинает бить по лицу, а мы кричим, что «Ах, ты такой негодяй, ты испортил мне весь макияж» и садим его обратно в кроватку, то это один способ рисковый, понимаешь? Если мы говорим, он бьёт, и ты понимаешь, что больно, и ты чуть задерживаешь его ручку и говоришь, и просто так говоришь, он посмотрит, у него нет никакого возможности понять, что он делает тебе больно, пока ты не скажешь ему, что ему больно. И он никак не сможет найти другого способа, если не смотреть. Можно ладошку подставить, пусть он по ладони бьёт, превратить в эту игру. Будет бить медленнее, будет не так сильно, выдать лицо, как только начинает сильнее, подставить, выдать ладонь. Ребёнок очень быстро поймёт, что можно и проговаривать, мне больно, можно даже как-то немножко изменить лицо, вот как вот при боли. Это понимается. Намного, вот, ну да, и, ну, если больно, и сыпь в зубы, и терпеть, то это как-то тоже неадекватно, да? Ну, что-то вот естественное. То, что подсказывает вот такое вот и естественное реагирование. Понятно. А постарше дети, когда бьют маму, когда они рассержены, ну, 4 года, например, подошёл, как стукнул кулаком. Где же дети агрессию так выявляют, когда они недовольны? Ну, вообще, агрессия — это ответ на то, что какая-то потребность ребёнка не удовлетворена. Агрессия, но если умными словами говорить, это ответ на фрустрацию. Это, это, это раздражение. Снимаю всё, снимаю этот вопрос. Всё, не снимаю. Не, ну, если так просто, ну, как бы, так, в одном предложении сказать, то, если вот как-то так ребёнок себя проявляет, то, ну, значит, что-то с ним не так-то. Значит, ну, можно убрать агрессию, сказать, не дерись, но это убирается скорее симптомы, нежели причиной этого проявления. Ребёнок явно на что-то злиться, он явно что-то хочет доказать. И если он начинает бить, то явно все способы до этого он уже испробовал. Ну, такие крайние, истерик, крайние меры. То есть что-то до этого он уже делал, и просто мы не замечали. и он уже начал говорить, да, ё-моё. Очень часто вот раздражение, например, когда ребёнок голоден, и его забирают с детской площадки, он очень сильно злится, не хочет уходить. трактовка этого может, не в ста процентах случаях, конечно, может быть, что ребёнок реально голоден, и он злится, потому что он голоден, а не потому что он не хочет уходить с площадки. Вот даже вот до такого можно доходить. Есть? Понятно. Да, всё. О чём ещё порассказывать? Ну, если вот в формате, да, ты спрашивала, что делать, да, ну, как там себя вести, как сохранять вот эти вот связь, привязанность, потому что часто возникает ситуация, когда там он уложен ребёнка, ну, мы должны его оставить, там, мы там унижаем, ребёнок плохо переносит расставание, вот как с этим быть? Ну, так, вопрос к размышлению. Ну, да, даже уже такая... Ну, да, привязанность очень легко поддерживать на уровне, вот, когда, например, я всегда с ребёнком, я отвечаю на его потребности, он плачет, я к нему подхожу, я его обнимаю, вот так, в принципе, это довольно легко, из этого, то есть ребёнок, у него формируется доверие, он знает, что мама рядом, что мама в поле зрения, а... на недельку, на недельку, ну, кстати, тут есть такое понятие, как перекрывание того, что разъединяет, вот, как наведение мостов, термин называется bridging, от слова английского bridge, мост, он говорит о том, что при, ну, вот, таких вот правильных отношениях, которые между мамой и ребёнком есть, в состоянии расставаний и каких-то разделений, которые, ну, к сожалению, там нельзя избежать, мы должны фокусироваться на, в общем, в отношениях фокусироваться на моменте встречи, не на моменте расставания, в моменте встречи. Это может быть, к примеру, если мы оставляем ребёнка с бабушкой, пускай даже с бабушкой, то мама говорит, не говорит, что я тебя оставляю, а говорит, я очень жду, что я вернусь, и мы поиграем с тобой. и при том, что ребёнок остаётся один, тот взрослый, который с ним остаётся, к примеру, бабушка, она может поддерживать ребёнка, говоря, что когда мама вернётся, вы с ней будете играть. Это помогает ребёнку фокусироваться не на моменте разлуки, а на моменте встречи. И тогда вот этот вот момент, он более радостен, а разлука сама менее травматична. Ещё есть очень классно, помню, вначале ты говорила про разбитую чашку, что ни в коем случае какие-то маленькие промахи или огрехи не влияют на отношения. Даже разбив чашку, мы любим ребёнка. Когда он разбивает чашку, чашка же не может повлиять, не то, чтобы разлюбить. Поэтому суть заключается в том, чтобы поведение и поступки это не повод нарушать привязанность. Вот это не... Мама всё равно она эмоциональный заслон, она всё равно эмоциональная база. Хоть я разбила 10 чашек, или там разбила окна. Всё равно... Да, мой поступок плохой, но это никак не влияет, что мама меня не любит, а ей не нравится то, что я делаю, но меня навсегда любят. Тут очень опасность в детском, вот в маленьком, младенческом возрасте, ну не в младенческом, а ещё и дальше, где-то до двух лет, потому что ребёнок не отделяет себя от своих действий. то, что я делаю, это я. Если мы говорим, ты делаешь плохо, ребёнок это слышит, я плохой. Лучше уже, лучше ничего ребёнку не говорить, просто поддерживая то, что он делает хорошо. Это более действенный способ, менее травматичный. при сохранении правильных отношений. Что такое? Тут ещё от взрослого много зависит, ребёнок даже с этими расставаниями взрослый не должен разочаровать ребёнка. В смысле? Ну вот эта привязанность, она хорошая привязанность, ну вот, например, мы с тобой встретимся, и там будет всё остальное, и уехала навеки. Или там, например, не приехала вовремя, или там ещё что-нибудь. Да, это очень травмирует, наверное. Да, очень. Потому что всё же направлено на то, что вот-вот-вот-вот, вот, да, или там, например, в неполных семьях я с тобой в воскресенье пойду, или вот мы с тобой в воскресенье пойдём в зоопарк. Приходит воскресенье, а мы не идём. Раз не идём, два не идём, три не идём в зоопарк. Это, да, это очень травмирует. И, в принципе, потом вот исчезает доверие вот этого, вот, потому что в этой привязанности ломкошь, наверное, ну, я не знаю, как оно там называется, но, в принципе, если вот так вот раз, два, три, то... очень часто в неполных семьях, когда нету отца, самое, ну, как, травмирующее и самое... слово, конечно, плохое, это есть, но такое неадекватное поведение мамы это поддержание ребёнка в постоянном напряжении, что отец вот-вот войдёт в дверь. это вот как раз такое и неоправданное ожидание, да, потому что, например, завтра или через неделю, да, проще сказать, что если уезжаю, я уезжаю на несколько дней, или там ты будешь засыпать там столько-то раз, и когда ты проснёшься, там, например, в десятый раз, я приеду. Вот так, да. А у вас есть внуки? Нет, нет. А дети? Уже нет. Уже нет, да? Уже нет, да? Уже нет. Интересно было под привязанностью взрослой поговорить. Да, да, вот это привязанность как зависимость. Как зависимость, да. Как несвобода. Это тут Ну, зависимость не бывает без созависимости. Это явно нездоровое отношение двух человек, не только одного. Но это да, это такая отдельная объёмная тема именно взрослых. Ну, там зависимости разные. И тоже может быть и на эмоциональном уровне, на материальном, на каком-то там на я не знаю финансовом том же. Я не знаю. Наркотическое зависимость. Нет, на зависимости эмоциональной. Как не упасть в неё и как от неё избавиться из них повод? Рецепта волшебной таблетки к сожалению от зависимости нет. Была бы она, не было бы такой проблемы в большой сути. Но это очень глубокая тема. Я к сожалению не готова говорить о зависимости. По крайней мере точно знаю, что сейчас как-то так вот скажу свободный, уверенный и именно психологически целостный человек вряд ли попадёт под зависимость. И вряд ли будет наслаждаться тем, что другой человек от него зависит. Вот наверное это такой фундамент и основа. Но это очень объёмная тема действительно зависимость и отношение в этой зависимости как не попасть и как выбраться это так. к сожалению не заявила. Ну всё тогда или что? Уже закончилось? Да. Ну нас мало что поделили я поделилась своими мыслями. Других нет если кто-то даже всё-таки воркшоп должны говорить все а у нас только стулья. если так завершаем на чем завершаем на любви. Я считаю люди должны любить друг другу. Какие бы они ни были вообще в принципе всегда жизнь всё вокруг всё в себе всё всё везде и тогда дети будут желанными и детей будут любить мне кажется тут истоки которые я не знаю как это назвать космического чувства которое присуще всем всему живому всем животным я не знаю хотя в принципе вот видите в животном мире иногда пока маленькие детёныши мама их обожает жизнь отдаст за них а подрастут они до какого-то возраста она потом сама будет с ними бороться за жизнь может убить потому что они в этом жестоком животном мире они уже являются такими же способами я сейчас как раз не об этом говорю а я считаю что в принципе если говорить о маленьком ребенке мне кажется что это любовь любовь подожидание ребенка безусловно это безусловная любовь несмотря ни на что один воспитываешь вдвоем воспитываешь здоровый ребенок родился может быть с такими-то отклонениями он будет счастлив когда ты любишь я думаю тогда действительно может быть в последующем он сможет большего достичь когда он будет уверен в том что оно все равно откладывается там где-то далеко глубоко много об этом народное творчество песен поговорок мы всегда возвращаемся к истокам там где нас любили где бы мы ни были мы всегда идем идем туда вот этот родительский дом он должен быть плохо когда разрушен плохо когда уже нет кого-то мы ищем другого родители уходят близкие очень люди и так далее но это чувство позволит ребенку который это знает самому дарить такую же любовь другим мне вот так кажется что если он будет чувствовать это все то и другим подарить у меня видение этого очень классная аналогия с дикой природой потому что часто говорят что птицы выталкивают птенцов из гнезда чтобы те научились питать но к сожалению в человеческом мире это нифига не работает потому что чем больше выталкиваешь тем больше малыш будет цепляться ребенок да интересно что если вытолкнешь то зацепиться за кого-то другого и у меня еще есть вот еще один жизненный случай как учат плавать вот иногда рассказывали мне мои родственники там приятели друзья вывезли на середину речки выкинули из лодки плыви к берегу выплывешь молодец не выплывешь не научился не научился плавать ну страхуют но в принципе но этот ужас вот например пережитый мною привел к тому что я до сих пор боюсь плавать хотя я плаваю да могу там как-то но я до сих пор боюсь потому что нельзя так я считаю что это ужасно это ужасное состояние когда ты плывешь ну это человек может быть не готов к этому кто-то может быть готов ребенок может не готов быть к этому вот поэтому так вот действительно выкинуть нельзя и самостоятельность о которой я говорила тоже так и так невозможно делай сам надо вместе ну и как альфа как заботящаяся альфа а вот это вот минус насильник альфа ну насильник альфа это конечно тоже согласна насильник альфа это отсутствие заботы спасибо я послушала что мне было интересно и узнала что мне было интересно спасибо сергей никакой спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok